Здравствуйте! В радиоэфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Добро пожаловать! 930 юных чебоксарцев получили путевки в детские сады. Культурные перспективы, как будет развиваться отрасль и на какие проекты правительство делает ставку, обсуждали на седании Госсовета в Москве. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. Где в чебоксарах можно покататься на коньках? Все лучшее детям. Сразу четыре детских сада открылись. Сегодня в столице Чувашии на новоселье в юных горожан побывали глава Республики Михаил Игнатьев и депутат Государственной Думы, куратор проекта «Детские сады детям» Алена Аршинова. Полгода назад семья Колченых переехала в новый микрорайон. Чтобы развести троих детей в детские сады, за утро приходилось объезжать весь город. Времени хватало впритык, делится Нина Колченом. Сегодня у Колченых, как у 300 других семей, настоящий праздник. Их дети получили путевки в новый детский сад, который находится недалеко от дома. Дети уже до такой степени ждали садик. Мы здесь постоянно гуляем. Они каждый день спрашивали у строителей, когда мы сегодня пойдем, а завтра пойдем. Здесь у нас все новое, что здесь все такое солнечное. Здесь ничего нету какого-то серого, скучного. У нас везде все позитивное. Но мы рады. Мы рады, что попали в эту группу, мы рады, что попали в этот садик. Сидеть в четырех стенах, хоть и красочно оформленных, воспитанникам детского сада «Непоседа» не придется. Ежедневно малыши будут посещать занятия по пению, танцам, физкультуре и плаванию. Для развития воспитанников старших групп установлен компьютерный класс. Здесь юные чебоксарцы будут не просто играть в игрушки, но и изучать основы компьютерной грамотности. Воспитанникам детского сада номер три повезло не меньше. Жители маленькой страны уже сегодня могут почувствовать себя настоящими учеными. В нашем детском саду есть уникальное, я могу сказать так, помещение. У нас есть чудесная лаборатория, самое волшебное помещение, самая волшебная комната, где дети будут заниматься самыми настоящими опытами, будут заниматься исследовательской деятельностью по физике, по химии и по биологии. 120 детей уже получили путевки в новый детский сад. Некоторым воспитанникам нет и двух лет. Первое время они будут приходить на занятия вместе с мамами. Мы очень рады, что садик открылся новый, очень замечательный. Близко к дому самое главное, надо до него ходить. Мы не думали, что раньше трех лет пойдем, но повезло нам. Государственная программа «Детские сады детям» реализована в этом году на 100%. Отметила депутат Государственной думы Алена Аршинова. И в следующем году снижать планку правительство не собирается. На этот год, на 15-й год, будет выделено еще 10 миллиардов рублей на строительство садиков. Программа будет продолжена даже в условиях сегодняшних некоторых проблем с бюджетом. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Какие проекты были реализованы в год культуры, что необходимо сделать еще для поддержки отрасли. Об этом шла речь на расширенном заседании Государственного совета в Москве. В нем приняли участие известные режиссеры, музыканты, художники и главы регионов. Будущее культуры в таком формате не обсуждали никогда. Члены совета отмечают, что отношение к работникам этой сферы изменилось кардинально. Из Кремля передает мой коллега Дмитрий Ковалев. Уходящий год для тех, кто так или иначе связан со сферой культуры, стал по-настоящему переломным. Впервые в стране утвердили основы государственной культурной политики. О создании этого документа говорили давно и на разных уровнях, но только сейчас от слов перешли к делу. В отрасли произойдут ощутимые перемены, отмечают участники совета. Наша задача, задача органов власти создавать благоприятную среду для того, чтобы люди смогли самореализоваться. То есть культура, в общем понимании, это вся сфера деятельности человека, общесемейных ценностей и всего нашего общества. Выставки, концерты, фестивали, театральные постановки. Этот год был поистине богат на масштабные культурные события. Но зацикливаться только на этом не нужно, отметил президент. Для подрастающего поколения в новых основах прописаны отдельные разделы. Чувство прекрасного детям необходимо прививать уже с начальных классов. Члены совета предложили увеличить количество уроков музыки и изобразительного искусства. Но одних слов недостаточно. Ребята должны воочию увидеть шедевры русской культуры. На расширенном заседании совета решили составить список музеев и спектаклей, которые ученикам обязательно необходимо посетить. Эту инициативу Министерство образования взяли на карандаш. Главы областей и республик заинтересованы в пропаганде культурных ценностей своих регионов. Я не знаю, как на Чувашу, я уверен, наверное, естественно, у нас тоже есть уроки, предметы кубановедения, краеведения, где мы изучаем истории своих небольших поселков, станиц, малых городов. Мы много знаем о таких больших свершениях такого государственного уровня, а порой многие интересные вещи, не менее важные, не замечаем, которые происходят в нашей улице, в нашей школе, в нашем доме культуры и так далее. Но самовыражаться деятелям культуры никто не должен мешать. Владимир Путин призвал убирать с пути творческих людей барьеры, которые мешают реализовывать проекты. Культура может жить, достигать своих вершин при двух ключевых условиях. Это верность историческим традициям, но, безусловно, и второе – широкая свобода в творчестве, в мысли, в духовном развитии. Никто, никакая власть не имеет права диктовать художнику, писателю, режиссеру, да, собственно говоря, любому человеку свою волю. Но вслед за утверждением основ должна последовать и государственная стратегия развития отрасли. Разрабатывать этот документ необходимо уже сегодня. Изыскать финансы на реализацию планов предлагают бизнесменам. Объекты архитектуры им возможно сдавать в аренду за символическую плату. Собрать средства на развитие отрасли могут помочь и государственные лотереи. В 2015 году нам в этой связи не надают, по сравнению с изначально запланированными, треть средств – 4 миллиарда рублей. В Европе финансирование культуры за счет гослотереи – распространенная практика. Например, в Италии, Великобритании поступления от них достигают 30, 40 и более процентов от общих расходов государства на культуру. Впервые в федеральном бюджете выделили более 3 миллиардов рублей на обновление материальной базы культуры в селах и малых городах. Еще одна идея президента – учреждение российского фонда, который будет отвечать за развитие культуры. Но ее основой является русский язык. Сейчас отмечают члены совета, он требует поддержки. Если раньше за рубежом его изучали более 40 тысяч человек, то сейчас только 20. Причина, очевидно, не хватает преподавателей. Решать эти задачи активно намерены в следующем году. Приоритеты уже обозначены. Год культуры завершается, но реализовывать государственную стратегию необходимо и дальше. Члены совета предложили конкретные идеи. Создавать привлекательные условия для туристов, предусмотреть преференции для меценатов. Почаще организовывать детям экскурсии в музеи и походы в театры. Очевидно, что посеянность сегодня мы будем пожинать в ближайшей перспективе. 2015-й объявлен в Нурсии. Годом литературы. Витрик Валев, Расиль Мухаммедов, Республика. Из Москвы. Сегодня состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов, консолидированного бюджета, своевременности и полноты выплаты, заработной платы. Налоги на доход физических лиц и на прибыль формируют основную доходную базу республиканского и местного бюджетов. В нынешних экономических условиях важен каждый рубль. Это отчетливо понимают участники заседания. Если посмотреть, как у нас обстоят дела с поступлением этого налога, то за 11 месяцев текущего года темпы роста поступления составили более 106%. Поступило в бюджет, как в республиканские, так и в местные, более 9 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году поступление по данному виду налога за год составили 10,1 миллиарда. В этом году мы рассчитываем, что данное поступление существенно превысит уровень 2013 года. Тем не менее, отставание все же есть. Задолженности по налогам имеет ряд предприятий города Чубаксары. Непростая ситуация в Шамуршинском, Мариинско-Пасадском, Порецком, Красночитайском районах. А ведь нехватка средств в бюджете напрямую влияет на жизнедеятельность районов. Для муниципального и регионального бюджета это крупнейший налог. И сегодня недопоступление его фактически ставит под вопрос и бюджетное назначение, и исполнение фактически наших расходных обязательств. Конечно, налоговые службы, пенсионный фонд проводят проверки предприятий, где, возможно, используются так называемые серые схемы выплат зарплаты. Кроме того, в ходе таких рейдов выявляются и работодатели, выплачивающие зарплату ниже среднетраслевого уровня. Благодаря системной работе в этом году поступление страховых взносов, пени, штрафов на обязательное пенсионное и медицинское страхование по республике составило 100%. Аналогичный показатель по России – 57%, в ПФО – 53%. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Ажиотаж, связанный с ростом цен на продукты питания, наблюдается и в аптеках. Ходят слухи о том, что лекарственные препараты должны подорожать. Так ли это, проверяла наша съемочная группа. В мире лекарственных средств сейчас очень легко потеряться. Мы часто переплачиваем за бренд и удивляемся, почему на лекарства уходит так много средств. Но на здоровье денег не жалко. О грядущем повышении цен на препараты заговорили сразу же, как начали расти цены на продовольствие. Представители Минздравсоцразвития Чувашии провели рейд по аптекам города, чтобы выяснить, подорожали ли лекарства на самом деле. Хочется в преддверии Нового года успокоить наше население Чувашской республики в отношении повышения цены на лекарственные препараты. Ситуация у нас на сегодняшний день достаточно стабильная. Антибиотики, препараты от давления, бронхиальной астмы и другие жизненно важные лекарства по результатам мониторинга за год изменились незначительно. Выросли в среднем менее чем на 1%. Фармацевты считают, что жители беспокоятся зря. Мы цены не повышали. Если было небольшое повышение, это цены были от поставщиков европейского качества, если были иностранного производства лекарства. Российского производства лекарства цены не менялись. Я инвалид, третья группа у меня по зрению. Для лечения глаз по глазным болезням я временами покупаю лекарства, которые мне нужны бывают. В ценах, если сказать, то рост цен я не вижу. Рост цен такой же. Вот и сегодня я купил Тауфон. Он раньше 120 рублей стоил примерно, и сейчас 120 же стоит. Ну, там 2 рубля, может, 3 рубля. Это зависит от аптеки. Вот такой разброс цен может быть. Я тут даже не обращаю внимания на это. Специалисты объясняют, что цены на лекарственные препараты регистрируются один раз в год. И в настоящий момент перерегистрации не было. Юлия Важенина, Оксана Александрова, Андрей Спиридонов, Республика. Безопасность превыше всего и в канун новогодних праздников. Об этом не стоит забывать. Как сотрудники внутренних дел готовятся к обеспечению правопорядка, узнавала наша съемочная группа. Чтобы новогодние каникулы не стали головной болью, сотрудники МВД еще раз напоминают. В общественных местах, кафе, ресторанах, уличных гуляниях следует понимать, что праздник не только у вас. И вести себя так, чтобы избежать от неприятных последствий. Алкоголь лучше покупать в проверенных местах. Так проще избежать отравления. Если вы оставляете свое жилье на длительное время, убедитесь, что все двери и окна прочно закрыты. Во время праздников увеличивается денежный оборот. И вам легко могут подсунуть фальшивые деньги. В последнее время участились случаи подделывания пятитысячных купюр. На что здесь хотел бы обратить внимание? Ну, первое, естественно, это микроперфорация, которая кустарным способом изготавливается фальшивомонетчиками. И имеет шершавую структуру. Если купюру руками трогать на ощупь. Плюс краска, которая используется на фальшивых денежных знаках, она имеет такое свойство, как стираться на изгибах. Купюра может расслаиваться. То есть это первые признаки подделки денежных знаков. В городах и районах Чувашии в новогодние и рождественские дни пройдет масса различных мероприятий. На обеспечение безопасности будут задействованы более тысячи сотрудников внутренних дел. 200 сотрудников внутренних войск и 20 сотрудников частных охранных организаций. Мероприятие у нас проводится на постоянной основе. Как вы понимаете, что ежегодно опыт проведения мероприятий есть. Поэтому надеюсь, что все у нас с вами будет хорошо. Все пройдет без нарушений, грубых нарушений охраны общественного порядка. Под контролем сотрудников органов внутренних дел, ну и в том числе сотрудников администрации район-городов, которые также осуществляют контроль за проведением праздничных мероприятий. Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика. В этом году исполнилось 20 лет со дня основания Духовного управления мусульман Чувашской республики. По этому поводу в столице республики состоялся торжественный прием. Духовное управление считает своей главной задачей сохранение межнационального, межконфессионального согласия в республике. Мусульмане живут в республике с незапамятных времен и наравне с православными активно участвуют в жизни Чувашии. Центрами культуры и духовного единения для них стали мечети, при которых работают более 30 воскресных школ. Ежегодно управление организует для тысяч детей летние мусульманские лагеря, где дети получают знания по основам ислама и его традиций. В республике издается газета на татарском языке, проводятся симпозиумы научной конференции, в которых участвуют ведущие ученые, академики из Чувашии, республики Татарстан и других регионов. По инициативе муфтията, которую поддержали верующие, начата кропотливая работа по изучению истории мусульманского мира, появление на территории Чувашии татарских сел и деревень. Глава Чувашии в Москве принял участие в обсуждении реализации масштабного проекта по поддержке детского хоккея. Заседание провел полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Уже не первый год любительские хоккейные команды со всего Поволжья встречаются на турнире «Золотая шайба». Каждый год количество его участников увеличивается, причем в борьбу за кубки подключаются и женские сборные. На носу очередной сезону нахватят более полутора тысяч команд. На Оргкомитете обсуждали вопросы материального обеспечения. Очевидно, что сейчас в городах и селах ребятам не хватает хоккейных коробок. Их необходимо обустраивать. Детский хоккей в округе помогают развивать и известные чемпионы. К примеру, легендарный вратарь Владислав Третьяк. В апреле этого года было подписано соглашение между президентом Федерации хоккея, руководителем клуба «Золотая шайба» и полномочным представителем президента в ПФО. Сегодня, к сожалению, мы с вами знаем проблемы хоккея. Пока это спорт. Но если не для избранных, то не для всех, кто мог бы и хотел бы в этом участвовать. И в силу отсутствия необходимого количества ледовых площадок, и в силу отсутствия необходимого количества тренеров, в силу дороговизны снаряжения. Ситуация должна быть исправлена в ближайшее время. По прогнозам, количество хоккеистов в регионах округа увеличится. К примеру, в Чувашии для спортсменов построены более 60 площадок и три крытых ледовых дворца. Хоккейная коробка во дворе – мечта многих взрослых и детей. В Чебоксарах не меньше 10 таких площадок. Но в последние годы они находились в заброшенном состоянии. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Во многих дворах залили катки и открыли пункты проката коньков. Хоккейные коробки, которые чебоксарцы уже привыкли видеть в плачевном состоянии, в этом году преобразились. Их отремонтировали, покрасили и залили лед. Вокруг площадок оборудовано освещение. Открылись пункты проката коньков. В этом году, благодаря решению главы администрации, были выделены деньги на содержание этих хоккейных площадок. Пользование этими катками абсолютно бесплатно. А для тех, у кого нет инвентаря необходимого, может обратиться в пункт проката и за минимальную плату получить пару коньков. Развитие дворового спорта – одна из задач, которые ставят перед собой власти республики. В нашем регионе большой популярностью пользуется хоккей и просто катание на коньках. Зима у нас длинная, можно вдоволь накататься. Так что открытие катков для детей и их родителей стало настоящим праздником. Я катаюсь с пяти лет. Раньше далеко ехала, а рядом с моим домом сейчас построили каток. И я очень люблю сюда постоянно ходить. Это хорошо для здоровья. Можно в хоккей поиграть спокойно после школы. Вечером много народу. Мы играем в хоккей. Никуда ехать не надо на заливку, там в Спартак. Пришел, тут мы живем, пришел, покатался и ушел. Вокруг катков новогоднее оформление. Играет музыка. Ближе к вечеру желающих покататься становится все больше. Те, кто замерз, могут попить горячий чай. Бесплатно. В пунктах проката установлены кулеры. Марина Рябцева, Александр Петров, Республика. Новогодний парад всенасшествия 2015 пройдет в Чебоксарах 27 декабря. Именно по этой причине в центре города будут ограничены стоянка и движение транспорта. Самый главный новогодний парад всенасшествия 2015 пройдет в эти выходные в столице Чувашии. В день его проведения, а именно 27 декабря, ограничат движение транспорта. С 11 до 13 часов для всех видов транспорта, кроме троллейбусов и декорированных участников парада, будут перекрыты проспект Ленина, улицы Карла Маркса, Ленинградская, композиторов Воробьевых, Президентский бульвар и бульвар электроаппаратчиков. Объезд, как обычно, по улицам Энгельса, Ярославская и Президентскому бульвару. Также будет ограничена парковка на улицах Карла Маркса и Ленинградской, на проспекте Ленина и на Красной площади Чебоксар с 21 часа 26 декабря до 14.00. 27. А с 7 утра до 3 часов дня 27 запретят стоянку на Красной площади и прилегающей территории. Так что в дни праздничных мероприятий лучше всего оставить личный транспорт дома и перемещаться только на общественном. Кстати, 27 декабря, помимо главного новогоднего парада, чебоксарцев ждет еще один подарок. В столице Чувашии впервые пройдет световое шоу «Симфония света». Киноэкраном для грандиозного шоу станет здание театра оперы и балета. Фасад здания театра оживет в 17 часов. Чебоксарцам покажут новогодние и рождественские истории. «Симфония света» продлится 3 часа. До Нового года осталось 6 дней. Хорошая новость для тех, кто заботится о своем финансовом благополучии. Сбербанк повысил процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для населения. Подробнее об этом рассказал председатель Волговятского банка Сбербанка России Сергей Мальцев во время вебинара. Подробности осмотрите далее. Я с вами прощаюсь. До свидания. Считанные дни до начала следующего года. Самое подходящее время создать хороший задел на будущее и выгодно вложить свои сбережения. Наибольшее повышение произошло по сберегательным сертификатам на 3,5% пункта. По вкладам «Сохраняй, пополняй, управляй». И, впрочем, повышение произошло также на 3,25% пункта. И максимальная ставка составила 11,25% в годовых рублях. Особенно выгодные условия для клиентов с высоким уровнем доходов. Максимальная ставка в рамках пакета «Услуг Сбербанк Премьер» 12,5% годовых. Сбербанк Первый – 13,5% годовых. Кроме того, Сбербанк повысил ставки в валюте. В рамках вкладов в базовый и онлайн линейк основное повышение составит до 1,6% пункта. Максимальная ставка – 5,25% годовых по вкладу «Сохраняй онлайн». Сбербанк старается оперативно реагировать на рыночную ситуацию в интересах своих вкладчиков. И всегда старается подтверждать свои слова на деле. Начиная уже с пятницы, по сути, увидели обратную картину, когда деньги вместо того, чтобы снимать, их уже обратно к нам несли. То есть, ну, можно так сказать, ситуация на перелом, переломы в этом плане. И мы ожидаем, что до конца года, конечно, мы будем работать и дальше в таком же нормальном планном режиме. Цель Сбербанк пересматривать не будет своей конечной. То есть, вне зависимости от того, какая сложится ситуация. Ну, это мое мнение. Дальше посмотрим, как там покажет следующий год. Мы по-прежнему будем развивать нашу филиальную сеть. У нас по-прежнему зафиксирован уже план переформатирования наших офисов на следующий год. То есть, это будет примерно столько же офисов, сколько мы сделали в этом году. Видите, мы в этом году подготовили свои офисы под новую систему ипотечного кредитования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова